распаковка уже пошла кися ты чё портишь мне все итак друзья к нам пришел и пришел почтальон и принес посылку от нашего мальчика но мы но вы не получите короче шутки в сторону это серьезное дело распаковка друзья смотрите здесь чем такая коричневая салфетка это компакт диск и сегодняшний велотур будет под музыку с этого компакт диска друзья и это у нас кто угадайте кто вы думали кит-рок и это о чем-то говорит нет а мне говорит состояние нормально но залапанная малеха компакт диска друзьям вот такой вот проспектик юля коробочка тоже как это уже видавшая виду но в целом состояние хорошие не зер гуд ну просто гуд да книжечка вообще нулячая такая вот красивая красочная все друзья пару слов об этом альбоме и погнали кататься да этот компакт диск друзья я купил в ebay за евро и евро 60 стоила доставка и того он не обошелся в 262 слова о самом китроке кто не знает роберт джеймс ричи родился 17 января 71 года в городе ромео штат мичиган американский певец рок музыкант рэпер композитор и актер известный под пси данион кедрок который добился широкой популярности в конце 90 годов друзья в начале двухтысячных после четырех неудачных релизов 98 году кедрок взорвал хит парады америки альбом он девиль ведь как короче кайда анонг который был расстроен 11 миллионным тиражом был пять раз номинирован на премию грэми всего сша была расслаблена около 22 миллионов копий его альбом известен своей скандальной звездкой жизнью браком спамилы андерсон теперь об этом альбоме это альбом друзья куки 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 афимография он был свернулся вон с десятки фильмов нифига себе это альбом 2001 года 5 студии от дерзкий переводится куки как и кай не знаю я по-немецки только могу читать и и по-русски 5 студийный альбом кедрок выпущенный в 2001 году это его третий релиз для atlantic records альбом известен тем что включает балладу пик тюре записаны в дуэте шерил кроу вот шерил кроу кто не знает я не знаю кто этот мая 2011 года альбом был сертифицирован илья питью платиновыми плотина и по состоянию декабрь 2013 года сша в 5 миллионов ля-бля-бля копий согласно его официальному сайт на который не говорит 1016 года было отмечено с его 45-летие 26 августа 2008 года куки получил в шестикратный платиновый статус однако сертифицированного альбом был посвящен бывшему ассистенту рока джо к который умер в ноябре прошлого года отсос осложнений глютеновой болезни для альбома было написано 75 песен нифига себе но только 30 из них были записаны в качестве в качестве песни для альбома одной из записанных песен не вошедших в альбом было и фс президент стандартная блюзовая песня который рок часто играет на концертах еще одна песня которая не попала любом это панель гирик джо к получу номинацию для впоследствии стал первым золотым синглом рока некоторые песни записано время сессии от он был появились на одном одноименным альбоме рока все друзья погнали не могу сидеть дома короче когда насмотришься по ютюбу этих вела блогеров различных я смотрю украинских русских немецких сегодня воскресенье я вчера 50 км проехал и сразу все размякс опять сопли опять чиха такой все сегодня не поеду все утро и шел дождь и я смотрю эти все блогеров не знаю что и не помню название канал поэтому не буду говорить какие именно я смотрю украинские немецкие не только что смотрел насмотрелся и только солнышко вышло не только все не могу больше я поехал хотя бы час прокачусь в общем я вчера прокатился велосипедик он весь грязненький сейчас шапку одену утеплился максимально крепление велосипедное амаж или им аж на хрен это все туфта это все держаться не будет короче я сегодня психанул заказал себе велокомпьютер гармин за сто восемьдесят девять евро на алиэкспресс заказал к нему хюлю силиконовую хюля по-русски так господи короче чехол и панцирглаз защитное стекло такое для него это заказал да в общем во вторник уже должен быть прийти ко мне дело компьютер что-то я деньгами раскидываюсь с этим велосипедом никогда таких такого не делал я с этим велосипедом все самое простое самое дешевое покупал она просто вообще денег не жалею такой велокомпьютер думаю да когда-то там куплю поезжу с телефоном пока первое время какого хера он не держится ни хера это все отлетает чушь собачья все короче только компьютер нахрен одену его здесь вы будете стоять заказал еще новую штуку вот такую крепление на алиэкспресс там мне это неплохое крепление мы не совсем нравится я заказал такое подороже и там камера фиксируется на магните то есть ее можно будет всегда снимать если ты хочешь что-то подснять и обратно вешать надеюсь вот не будет держать на сегодняшний день магнита эти супер сильные поэтому тут должно держать по идее за 21 евро стоила такая штука заказал новый вот сейчас вот когда у меня и куртка здесь и кофта ну конечно поддавливают в горло смотрим чурак было ничего но мне другая куртка бывает наверное застегивание здесь надо вытащить расстегнуть только кофту стали потому что как-то сдавливать так чё еще по кликам прикольно вообще супер прямо прикольно здесь значит что я сейчас наверное чуть назад еще сдвину седло мне показалось что надо чуть назад и еще на пол сантиметра подниму сиденье прямо сегодня крепатура небольшая в ногах потому что когда ты едешь с фиксированными педальными ботинками зафиксированы в педалях короче в связке жесткая с велосипедом то работают другие мышцы у меня прямо крепатура небольшая с утра была хотя хотя принципе помните на велосипеде две недели сколько не ездил ну в общем другие мышцы работают заново все другие мышцы прокачивать тренировать и в общем это все не просто скорость получилось еще меньше чем без кликшу и без на как я на обычный скорую обычных вела в обычный кроссовках собственно говоря ездил у меня было 50 км 25 км в час средняя скорость на сейчас получилось 23 вчера 50 километров все поднимаю сиденье сдвигая его чуть назад и поеду в сторону море на часик 2 погнали кого фантомаса я нарядился переставил сезло чуть назад погнали покатаемся шапка очки блин хотя сейчас потеплело но я блин уже все уже размяк чихаю сиплю кашляю а так как выходные только одни и так жалко пропускать и повторюсь когда вот этих вот велоблогеров насмотришься и такой все копытом бьешь блин не могу дома сидеть хоть часок дайте прокатиться на велосипеде короче у меня какая-то велосипед зависимость друзья я не могу чтобы не прокатиться на велосипеде укутался максимально не знаю так вроде уже при приоделся более-менее по велосипедному но какой-то шапки человеческой велосипедный не хватает да и очки мне кажется это более для сноутборда какого-то в общем шапкой все еще катастрофа все еще нету чего-то приличного не знаю что покупать они болтаются ту блин узкие тут слишком теплые то слишком холодные хер пойми подскажите в комментариях какую шапку вы носите ездите на велосипеде с какой шапкой где купить нормальную для велосипед для велотуров для велосипеда буду очень признательно потеплево прямо у нас погода меняется со скоростью звука утром дождь туман хавадрыга сейчас уже после обеда как уже после обеда уже три часа дня 1213 даже 14 обещали в общем потеплево какой велокомпьютер заказал гармин эджи эдгейт как там там называется 530 ну такой немножко старенькая версия но цветной и до 189 евро дороже блин у них там еще после 530 еще куча новых версий но это уже слишком дорого для меня так 200 евро на велокомпьютер в принципе нормально но когда ты блин только вкладываешь только что-то покупаешь и уже подустал тратить на велосипед честно говоря вот подъезжаю к светофору насколько быстро я смотрю выстегнутся сейчас цак-цак фертик выстегнулся выстегнулся блин прикольно короче с камерой под подбородком я выгляжу максимально предельно комишно странно ну на таком расстоянии от рта максимально хорошо пишется звук прямо мне понравился вчерашнюю картинку посмотрел вообще супер то что мне надо смотрю вообще так вот во всех у всех велоблогеров мало кто так носит экшн камеру обычно все на груди и пристегиваю но мне не нравится картинка на груди потому что сильно много рук и руля попадает в кадр плюс далеко от рта соответственно хуже звук вот так вот прямо идеально там на алиэкспресс их разновидностей хватает всяких разных буду покупать пока не найду идеальную подходящую принципе уже с этой можно работать хотелось более удобно чтобы удачить стало удобнее ну походу надо еще на пол сантиметра поднять знаю это размер велосипеда м.л. и там как бы такой ростовой диапазон был там чуть ли не от метр семьдесят до метр девяносто у меня 81 как бы идеальный выглядит даже по размеру подходящим мне моему росту но подсидельник я уже вытащу просто здесь такая шкала сейчас стоит один с половиной риска я сейчас поставлю на 1 и даже не уверен что этого хватит то есть у них интересно для всех размеров велосипедов одинаковая подсидельник высота или разу потому что уже единичка дальше уже куда-то вот так вот остается два сантиметра в раме уже как раз слишком мало а Продолжение следует... 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 Прошлогодняя... Версия... Что-то там свежее будет... 300-400... 500-800... И короче... Туда... Это типа айфонов... Среди... Велокомпьютеров... 530-й... Ну, блин... У меня просто сравнить не с чем... Никогда их не было... Это первый мой велокомпьютер... Вообще ничего не имею против... Наверняка офигенная штука... Навигация... Все дела... Смотрю... Все блогеры... Столько с ним ездят... Ну, я, блядь, меломан... И я всегда... Я не слышу никакую музыку ветра... Либо музыку волн... Я слышу или музыку... Или на крайняк аудиокниги... Больше музыку... И вот иногда хочется перемотать... Переключить... А вот если телефона нету под рукой... Это лезть за ним в сумку неудобно... А так бы был телефон... Вот здесь вот спереди... Цак-цак... Охеренно... Ну, придется теперь... Слушать все подряд... Это раз... Да, еще с утра... Полез на Алиэкстресс... Думал, может, такую вот... Хюлю... Для телефона моего... Уже с креплением... Для... Гарминовского крепления... Велосипедного поискать... Какой-то он... Такого... Ничего, разумеется, вообще нету... Да и оно и понятно... Только всякие вот эти липучки... Беспонтовые... Которые все равно... Отлипнут... И будет этот... Телефон... Периодически валяться на асфальте... Да... Я такой... А еще есть вариант... Купить такой телефон... Неубиваемый... Знаете, такой... Бау... Строительный... Который... Кидать можно... Который под дождем... Можно не снимать... Вот опять... Ну, бляха... Нахера мне 15 телефонов... Лучше уже тогда... Велокомпьютер... Потому что я еще хочу... Тут же встроенная... Измеритель мощности в этом телефоне... И он соединяется... Как я понял... Только с велокомпьютером... По крайней мере... У меня не получилось его соединить с телефоном... Поэтому... Хотелось бы мощность тоже замерять... В общем... Велокомпьютер это тема... Я просто говорю... Какие варианты я еще рассматривал... Потому что как бы в хэнде... Телефоню... У меня тоже все... Музыка... Навигация... Все... Связь... Ну, короче... Во вторник должен прийти мой первый... Гармин, друзья... Музыка... Играйте то... Играйте... 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 ное вовремя做... Продолжение следует... 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 неинтересанно вообще я так понял что когда один человек ездит это не очень интересно смотреть когда хотя бы пара ну вдвоем хотя бы то это уже какие-то диалоги уже какая-то взаимоотношения уже какая-то какая-то движуха когда сам собой это скучновато и короче русского пока есть еще такого интересного не наблюдаю в этой сфере фриц фрицменки нэнс нэнки короче у меня деменция на фамилии названий имена иностранные языки сложности одним словом где еще две недели было все в мухоморах походу они уже все цвели их сорвали видео только парочку то все было усеяно на той неделе я даже видео снимал есть там по заброшу видео с мухоморами эти дачу фриц то что его фриц зовут этого точно сто процентов потому что это редкая наши времена немецкое имя никто никого сейчас не называют фрицем либо мода ушла либо это связано как-то с войной тогда это было видимо распространенное имя также как адольф никто сейчас не называют после войны так детей никого так и фриц очень редко этого его не запомнить сложно вот с фамилиями уже сложности проблемы с их запоминанием с их запоминаниями и и и и и и и и и Музыка Музыка Косяк этого крепления для камеры в том, что я не вижу включена камера или выключена То есть сверху кнопкой ты включил, выключил, выключил, выключил Как бы понятно, чуть отвлекся и уже не помнишь, камера сейчас включена или выключена И ты начинаешь ее окрутить, и она отваливается от крепления То есть чтобы монитор посмотреть светится, не светится, работает, не работает Она отваливается, приходится останавливаться и ее опять прикручивать В общем, пока весь не до скоростей Пока все это я настрою, налажу, чтобы это все работало Красиво, аккуратно, чтобы не отвлекаться Думал сгонять до ближайшего пляжа Сколько у нас там, 14 километров в одну сторону или 13 Или 12 даже И что-то как-то маловато Подумал, сгоняю до Вустрова, вдоль моря Чтобы была Сороковка Погода шикарная Дождливая Ну, не холодно И не ветрено Хорошая погода Проеду Сороковку Что-то 25-30 километров меня не вставят Вот выехал на нашу трассу здоровья Это просто велосипедный рай Вот эта дорожка, она тянется по всему побережью Не знаю, на сколько километров ее проехать всю Как минимум до конца, до конца Фишвандарса, этого полуострова Это километров 75-80 В 100 и в сторону туда, до Висмара 100 За Висмар я еще не ездил В общем, я уже эту дорожку проехал до конца полуострова И до Висмара А мы как бы посередине Ну, так подозреваю, что она и дальше тянется туда За Висмар Короче, по всему Балтийскому побережью Германии На сотни километров И вот сейчас туристам нету Красота Вечер, осень Ну, что здесь летом Хватает велосипедистов, вздевак, туристов Которые мешают и раздражают Скоро своей отцом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Держаться больше не хочет горизонтально А я как раз только хотел Какой-то очередной Бред рассказать Камера держаться И не хочет По крыльям Блин, ну я доволен Тем, что Я более-менее чистый Хотя сейчас говорю, как-то нагад что-то грязное Странно, ну в любом случае Когда вообще без крыльев Это была просто катастрофа Вся жопа, вся спина А сейчас велосипед грязненький Ну я чистый Доволен, крыльями я доволен Вообще всем доволен Ну все Начался серьезный ветер Здесь вот Перешеек узкие Между заливом и морем В этом месте всегда Очень ветрено Даже когда На улице нет ветра Здесь он есть Сейчас у меня уже Пожлились сопли Руки шучьем Руки ш eben Руки шучьем Руки шучьем Продолжение следует... 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 Всего три дня надо отработать А потом Праздник в четверг выходной И в пятницу тоже выходной Три дня, вечерняя смена, кстати На вечерних сменах На ноябрь Намечена операция На выравнивание носа Ну и эти термины Про лечение в Германии Это термин Когда будет Эта операция Дату эту Мне в больнице дали Еще полгода назад И я такой себе Ну у меня когда-то там в ноябре И сейчас еще октябрь Еще есть время Посмотреть когда именно И только что перед выездом Я такой бумаги смотрю Пляха-муха у меня уже В понедельник 28 октября Первый термин Типа первый Гешпрех разговор С врачом Потом еще у меня будет три термина Потом с анестезиологом Еще с кем-то Три всего И завтра первый А надо понимать Вот в полчетвертого А мне в 15-15 Мне в три часа Надо быть же на работе Короче, а я Никого не предупредил Начальство не в курсе А оно такое не любит Что это так вот Курс-фристик Звонишь и говоришь И говоришь Блин, не могу Приеду на два часа позже Надо это все заранее планировать Плюс Ральфа у меня еще Грузом Это следующая неделя Моя Возить очередь На машине И так короткая неделя Три дня Я только буду возить Что Ральф уже Ему не нравится априори Он меня возил Полную неделю А я его буду три дня возить И если я завтра утром Позвоню И скажу Блин, я сегодня тоже не могу Он будет, блин Бухтеть Короче, все, блин Через жопу с этим термином А все потому, что Эти термины выдают За полгода И потом Когда подходит срок Конечно, ты нихрена не помнишь уже Когда, чего Блин, все через жопу И Попытаюсь завтра утром Перенести его Но если не перенесут То буду звонить на работу Ральфу Чтоб Ральф съехал сам На работу Приеду пару часов позже Соответственно Потеряю пару копеек В общем Плюс еще завтра с утра Термин На эту Ударно-волновую терапию С локтем С этим моим Эпикандилитом Локтем Гольфиста Болит, не проходит Завтра последний сеанс Этой процедуры Болезненной Которая длится Там до силы Две минуты История Каждый сеанс 40 евро Который ты должен Коплодить Сам из собственного кармана Потому что Страховка Вот такое лечение Полную наусть Не покрывает Три сеанса я прошел Всего четыре Завтра последний И сказать Что мне это сильно Полуко Так нет Вроде бы как Получше стало Но один хрен Болит Не проходит Каждый день О том что делаю Какие-то растяжки Лед Прикладываю Мазью 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 Ни хрена Не помогает Пока Кортизол не уколешь Ничего не поможет А кортизол Нехорошая фигня Все Блин Вот это меня Понесло Болтать уже Я даже не знаю Записывают сейчас Или нет Я еду Болтаю Просто Время скоротать Все Друзья Обнимаю До новых встреч Ставьте лайк Подписывайтесь Кто еще не подписался Да Всемир Мир Это Абревитур Абревитур Абреватур Абревитура Забыл Это слово Абревитура В общем Сокращение От Девиза Мотивируйся И развивайтесь И развивайся Сокращенный Мир Всем Мир Друзья Пока Сокращение 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!